Поддержка Павла Грудинина в среднем 9%, но есть и взлеты и падения. Падения почти до точки замерзания в Нурладском и Муслюмовском районах. Взлеты в Ознакаево, Альметьевском районе, Нижникамске и Бавлах. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, что мы с вами увидим вот здесь. В деревне Хузангаева, Алькеевского района, кандидат от КПРФ одерживает победу на отдельном избирательном участке над президентом России Владимиром Путиным, причем уже в первом туре. Здесь сразу два рекорда. Во-первых, максимум для Грудинина 52%, минимум для Путина 46% только лишь. Даже люди далекие от каких бы то ни было коммунистических идей не могут не восхититься этим цифрам. Ведь они свидетельства объективности, прозрачности, реальности этих выборов. Ну и объясняются они здесь очень и очень просто. Ну это такая корпоративная солидарность у вас тут, видимо, да? Ну да, ну да. Потому что все здесь работаем. Как уже... Я не думаю, что вы против действующей власти. Нет, конечно, все хорошо. Корпоративная солидарность только и всего. Впрочем, и она идейная. Это сельхозпредприятие, известного на всю страну, производственника из Мариэл Ивана Казанкова. Он уроженец этой деревни, едва ли не вымерший в свое время. Но поставили предприятие, производит крупы, молоко, буку, подсолнечное масло, скоро сыром займутся. И деревня оживает. И люди потихоньку проникаются социалистическими идеями братства, труда, справедливости, которыми всю жизнь проникался и сам хозяин производства. Это не протест, это просто сыграло роль, я думаю, авторитета первого числа Ивана Ивановича. Потому что на самом деле это село было уже на боку и вымирало. Все говорили, что в 2000 году село вымрет. Не страшно было вдруг какой-то нагоняй вдруг от местного министра? Нет, нет, никакой. Причем здесь нагоняй? Это у каждого человека свой выбор, кого поддерживать.